И вот, когда у тебя жаре тело сильное, ты не идешь по жизни, а летишь. Жизнь у тебя яркая, отношения крепкие, как любовные, так и дружеские. У тебя хватает силы, чтобы сбывались все твои мечты. В молодецких забавах ты жаришь по полной. Вот. По древней традиции, вот ребенок почему закричал, тоже намек. Когда у тебя дети появляются, ты берешь своего ребенка и вот так, раз-два, раз-два, раз-два. Лучший аттракцион это что, батя, ребенку приятно он качается, а у тебя бицепс растет. И ты должен, два ребенка, ты двумя вот так делаешь, понимаешь, дети растут, бицепсы растут. Вот как прокачивается жаре тело по руссконародной культуре. И до какого возраста ты должен крутить своих детей, знаете, мужики, на руках носить. Правильно, пока не женишь. Женил дочку свою, и так, все, пусть муж крутит, пусть муж крутит. Потому что женщин надо постоянно крутить. Недокрученная женщина это страшное самое творение в мире. Поэтому в руссконародной культуре женщин постоянно накручивали в танцах. Да? Ты ее накрутил, и она такая, аааа. Все хорошо. А недокрученная женщина будет тебе мозг накручивать. Поняли? Поэтому вот русская культура народная основана на том, что постоянно надо было раскручивать женщин в танцах. Да? Для этого у тебя крутелка должна быть хорошая. Понимаешь? Слабая крутелка, женщина недокрученная, она будет искать другого крутильщика. Потому что каждая женщина мечтает быть раскручена по полной. Это естественное, природное желание. Но чтобы раскрутить свою женщину по полной, мужчина должен быть какой? Ядреный! Мужик! Так, кто подтягивается 14 раз? Подняли руки. Вот, вот, видите как? Мало мужиков. Кто 33? Вот, вот это да, трое подтягиваются. Три богатыря. Ну вообще вы крутые ребята. 33 раза. Итак, по народной традиции, если ты хочешь жениться, проверка какая, ты должен со своей женой, невестой, вестой присесть сколько? 49 раз. Приседаешь, все, это одно из испытаний, таких испытаний много предсвадебных. Почему маленькие? Можно жениться. 49 раз вы не можете со своей девушкой присесть, все, вы друг другу не подходите. Или ты дистрофик, или она корова. Понимаешь? То есть или тебе надо прокачиваться, или и худеть. Ну, чтобы была вот эта состыковочка, да, она как раз проверяется вот в таких простых вещах. Присесть, в танце ее раскрутил, так что ты ее крутишь, а она крутится. Потому что, видите, иногда в танцах такие каменные бабы попадаются. Ты ее крутишь, а у нее такая рука, и она такая, сейчас у вас я крутану, понимаешь? Вот это сопротивление мужчине идет, сопротивление жизни. Конечно, такая женщина никогда себе не найдет хорошего мужчину, пока она сама каменная баба. Потому что женская энергия – это нежность, податливость, согласие, смирение. Мужчина крутит, а ты крутишься и наслаждаешься. И высшее счастье женщины – найти правильного крутильщика. И называть его «ну ты мой крутой». Вот так жарье тело прокачивается. Поэтому, видите, танцы, хороводы, народные игры, молодецкие забавы – вот это главная часть для того, чтобы развивать свое жарье тело, чтобы делать его сильным, мощным, ярким. Показатель яркого жарьего тела – это звонкий голос. Ты можешь взять и в любой момент жизни крикнуть вот так. Эй, Петровна! Итак, кто не может громко орать, у того зажатая энергетика, зажатый творческий потенциал, зажатое жарье тело. Человек сам себе не позволяет раскрыться, как божественный цветок, и заплодоносить потом, стать плодоносящим человеком. Поэтому научиться орать, вот здесь, наверное, есть мастер-классы по раскрытию голоса, красиво говорить, красиво петь – это наиважнейшая часть для развития жарьего тела.